Приветствую вас, анонимы. Основная проблема, мне видится, в том, что вы стыдитесь своей болезни. Я думаю, что об этом вам ещё скажут мои коллеги. Вот, то есть, ну, как стыдитесь? Вы считаете, вы считаете, что наличие у вас заболевания, да, делает невозможным, по сути, отношение между вами и человеком, вот, ну, между вами и мужчиной, вот, которого вы, ну, которого вы любите. Вот, я думаю, что это не так. Я думаю, что вы ошибаетесь. Я думаю, что если мужчина вас любит, если у него есть к вам чувства, то он, безусловно, примет вас, примет то, что с вами произошло, то, что с вами случилось. В этом нет ничего страшного, в этом нет ничего ужасного. Я имею в виду, ну, я имею в виду в соотношении вашего заболевания и того, что мужчина это может воспринять. То есть, я понимаю, что вам тяжело, я понимаю, что вам болезненно, я понимаю, что вам трудно, я понимаю, что вы сами переживаете сейчас. Вот, и переживаете вы сейчас достаточно, значит, ну, тяжело. Я это понимаю, прекрасно. Вот, но я также понимаю, что вам, в первую очередь, нужно принять ту реальность, в которой вы находитесь. Вот, принять её, эту реальность. Не отвергать её, не отрицать её, а именно, что принять. Это ладно. Просто, чтобы вы её приняли. И далее, уже, ну, адекватно донесли этому мужчину. Адекватно донесли этому мужчину и сказали ему не стыдясь этого. Не стыдясь того, что вот с вами происходит. То есть, понятно, что хорошего в этом ничего нет. Вот, это понятно, безусловно. И понятно, что, ну, как бы, радоваться сложно, безусловно, сложно. Сложно радоваться, как-то, тому, что произошло. А тут вы, мне всякого сомнения, правы. Вот, но, поскольку это случилось, уже, то, что вы реально можете, это только принять ту реальность, которая сейчас у вас есть. И, как бы, исходя из неё, исходя из этой реальности, уже вот тут, ну, как-то, существовать, двигаться, действовать, жить. Вот, пожалуй, это то, что вы, ну, то, что вы реально можете сделать сейчас. На мой взгляд. Вот, это, в принципе, то, что я могу вам сказать. Ваш, ну, ваш план, ваш план, вот, именно план, выглядит, как такая, знаете, попытка избежать каких-то вот неприятных моментов, да. То есть, ну, выглядит, выглядит это, как попытка избежать неприятных моментов, избежать унижения. То есть, вы их боитесь, вероятно, что человек вас отвергнет. Вот, вы боитесь, вероятно, того, что мужчина вас не примет и хотите как-то, вот, обезопасить себя. То есть, опять же, изначально здесь сложность, вот, в том, что вы сами не принимаете, вот, ну, то, что с вами происходит. Сами не принимаете те моменты, которые сейчас, вот, с вами происходят. И вы не должны этого делать. То есть, вы не должны принимать этого. То есть, я не говорю, что вы обязаны были это принять. Вам тяжело, это нормально. Вот, но, все же, вы, такого, получается, не очень хорошего мнения о мужчине, да, так, что думаете, что он, он наш брод, когда узнает о том, что, а, ну, вы больны. И я, честно говоря, честно говоря, честно говоря, я так, я так не думаю. Вы, конечно, можете мне не верить, я вас не принуждаю, но я не думаю. Что человек, если он вас любит, вас бродит, вас бродит, вот. Но, конечно же, конечно же, есть вот эта вот трудность принятия своего состояния. И, если вы этого не можете сделать, если вы не можете принять свое состояние, то, да, и, конечно, вам будет, вам будет тяжело. Вне всякого сомнения. Вне всякого сомнения. Поэтому, ну, последовательность, именно последовательность. Ваша птица такая. Вот. А, что еще можно сказать? Вам, наверное, нужна помощь, поддержка в адаптации, адаптации к той ситуации, в которой вы сейчас оказались. Вот. Я так думал, думаю, нужна помощь, вероятно, вам, в принятии, ну, принятия сюда. Новый, новый, новый. Ну, в принципе, все. Вот. То есть, если говорить о том, вот конструктивный, ну, конструктивный, является ли конструктивной ваше решение, ваше, ну, ваше, ну, ваш выбор, что нет, не является, потому что там, похоже, ну, очень сильно похоже на побег. Вот. Это в большей степени похоже на побег, и, соответственно, это не, 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 не дав там ничего. Хорошо. Вот. То, что вы хотите, ну, то, что вы можете разрываться, как вот вы говорите, да, вот, это вопрос к какой-то степени. А к вам, да, то есть, ну, из-за чего вы можете разрываться. Вот. Вот. И, возможно, вам стоит провести свои мысли в порядок. Так же я бы хотел, конечно, вот, как-то, если можно так выразиться, уточнить вас, да, вот, где связь, ну, между тем, тем, что вы больны, и тем, что, собственно, вы не можете быть мужчиной. А, вот. А, значит, что было бы, если бы вы были, ну, например, уже женаты, чтобы был в таком случае. Вот. То есть, в таком случае вы как бы поступили. В таком случае вы решаете вот за, по сути, другого человека, но я не думаю, что это хорошо. Ну, вот, я не думаю, что это здорово для, опять же, вот, поэтому тут решать, конечно, оба, решать, решать, вот, ну, на мой взгляд, я бы, нужно пересмотреть эту позицию. Так, дальше, как рассказать мужчине, с которым встречаемся, что у меня серьезно болеет, серьезно болеет. Я думаю, что для того, чтобы рассказать мужчине, что у вас серьезно болеет, вам первоначально желательно в том, что вы боитесь потерять человека, да, и, соответственно, поэтому не можете рассказать, в общем-то, в общем-то, что вы боитесь потерять человека, да, и, соответственно, вполне себе, не такую, а, вполне, обычную вещь, потому что забрать может, в принципе, каждый. То, что вы по факту запрещаете себе это, да, вот, ну, то, что вы запрещаете себе по факту болеть, болеть, грубо говоря. Вот, это вопрос исключительно вашего отношения к себе и непринятия, так сказать, собственной, ну, собственной, может быть собственной слабости, может быть страх слабости, может быть излишне завышенных к себе требований. Вот, если так однозначно, конечно, сложно сказать. Вот, но, тем не менее, это все вот именно про, это все именно про вот данный момент, про данный аспект. Дальше, сегодня мне поставился диагноз, даже небольшая, это меняет образ жизни, возможно, некоторая корректировка состояния, но риск теперь всегда есть, у меня нет строка, болень может дать, может продолжить прогрессировать, а симптомы в последнем месяце была состава, ну, пусть, и из этого непонятно, как вы относитесь к своей болезни. Я думаю написать ему письмо, в котором объясню все, как есть, поблагодарю за все хорошее состояние для меня, про наиспрощение, очень обидел его и сказать, что желаю ему счастье и не хочу создавать ему проблемы в жизни, проблем в жизни. Смотрите, вот здесь у меня вопрос к вам. Почему вы сами? Именно вы сами? Ну, как-то вот решаете, создаете ли вы проблемы с человеком или нет. То есть, грубо говоря, не кажется ли вам, что это, собственно, именно, ну, мы... ну... Этот мужчина должен решать, создать вам проблемы в жизни или нет. По факту, то, что вы пишете демонстрирует ваша легкость в том, чтобы отказаться от него. То есть, данным своим поведением вы демонстрируете человеку, как легко вы можете от него отказаться. Я понимаю, что это не так. Я понимаю, что вы это делаете по другим причинам. Но внешне выглядит все. Боюсь. Именно так. И, собственно, в таком случае, как вы понимаете, к вам, собственно, вопрос. Так, а вы считаете себя вправе решать за мужчину? Вопрос такой важен, что. Здесь вы, на мой взгляд, ну, очевидно, берете слишком много на себя. Дальше. Примерно так, как я люблю его. Любимый мне говорили, не хочу его потерять. Ну. Давайте немножко. Подробно, немного рассмотрим этот момент. Кого и как вы можете потерять? Как вы можете потерять человека? Понимаете, человек либо с вами, ну, вот просто он, либо он с вами. Вот. Либо он, соответственно, не с вами. То есть, либо человек идет с вами до конца и разделяет ваши трудности, ваши горести, ваши проблемы, беды и прочее. Потому что он хочет с вами быть, например. Либо нет, либо нет. Но это никак не влияет на факт того, что ваш человек или нет. В данном случае. Потому что при любом раскладе, абсолютно при любом, человек вам не принадлежит. Другое дело, что вы, вероятно, хотите сказать, что, если у вас есть заболевание, ну, вот, в данном случае, если у вас есть болезнь, да, вот, то вы не можете быть в отношениях. И вот это уже очень, на мой взгляд, хороший вопрос по поводу ваших установок. То есть, почему, если вы болеете, вы считаете, что вы причиняете проблему человеку, да? То есть, что вот, что такого негатина вы видите, вы видите в заболевание. Да, это непросто, да, это сопряжено с некоторыми трудностями. Ну, и что дальше? То есть, понимаете, наверное, о чем идет речь? Когда вы говорите, что я не хочу человека потерять, вы, вот, говорите о принадлежностях. К сожалению. Вот. Ну, а, как бы, принадлежность, как я и сказал, принадлежность, вот именно, принадлежность человек в принципе невозможным. Потому что так принадлежать не может. Но, может легко принадлежать попребность, может легко принадлежать внуждаемость, если она у вас есть и так далее. Это, в принципе, все достаточно легко происходит. Вот. Но это и от любви отличается достаточно сильно. То есть, необходимо здесь что сделать? Разграничить любовь и вот вашу нуждаемость, если можно так выразиться в человеке. То, что вы можете потерять, если он уйдет. Вот. Понимаете? А, вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. Да, я отдаю себе отсчет в том, что вы взрослая, состоявшаяся женщина. Я отдаю себе отсчет в том, что, скорее всего, ну, от своей вот какой-то позиции, да, отказываться вы не захотите и будете, вероятно всего, ну, как-то вот, продвигать свою, с точку зрения, да, свою позицию. Вот. И не захотите работать над собой по изменению своей уже, с точки зрения и своего мировоззрения. Ну, вот, на эту вот ситуацию, безусловно, ну, безусловно, не самое приятное. Вот. Но, тем не менее, я надеюсь, что, ага, все-таки вы прислушаетесь, если не ко мне, что, к коллективному мнению моих коллег и увидите, что данная ситуация стала возможной, но только благодаря тому, что вы относитесь к себе в слишком строку. Вот. Вот. Вот, собственно, такой момент, такая история. Здесь. Вот. То есть, поработать над требованиями к себе, снизить требования к себе, вот, это то, что вам нужно сделать сейчас. Вот. То, что вам нужно сделать сейчас. Вот. Ну, дальше уже ситуация будет развиваться ровно так, ровно таким образом, как она должна быть. развиваться. То есть, ситуация будет развиваться так, как она должна развиваться. Вот. Вот. И либо вы увидите, что он человек, который, ну вот, в котором вы официал, находитесь в таких, можно сказать, ну, можно сказать, условных отношениях, да. Вот. Либо это ваш человек, и вы увидите, что это действительно ваш человек, что он вас примет, что он не уйдет. Либо вы увидите, что это человек не вас, что он немножко другой, да, что он... что этот человек немножко иной, да. Вот. Ну, тогда вы можете в общем и целом найти другого человека. Вот. Вы можете увидеть, увидеть, ну, другого человека. Так. Вот. Такая вот история. То есть, я бы вот сказал, что вы слишком радикально как-то вот мыслите здесь. Вот. Ну, в целом это можно всё подкорректировать. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Спасибо. Спасибо. Так сказать. Что это стало弊 Mao.